Глава 5. Энергетическая карта Земли. Сур. Пожалуй, одним из самых глобальных искривлений, что произошли на Земле вследствие активации движка двухмерного, является образование на планете регионов с повышенной концентрацией тяжелой энергии. Простыми словами, регионов повышенного сбора питания, территорий с высокой концентрацией тяжелых душ, особо покалеченных в результате негативных действий их скафандров за время предыдущих воплощений. На Земле существует несколько таких регионов, и сейчас я поделюсь с тобой информацией о том, как происходит образование региона повышенного сбора питания, что является причиной этого и как выглядит данное искривление в вашей жизни. Проявляя симптомы вируса, о которых ты уже знаешь, люди создают негативный энергетический фон, и процесс этот постоянно усугубляется, накапливается, образуя так называемые узлы боли. Узел боли – энергетическое образование, основанное на концентрации негативной энергии, возникающей в результате массового проявления симптомов вируса. Узлы боли затягиваются, притягивая к себе, словно магниты, вовлекая в свой омут все новые души. Но большая проблема состоит в том, что этот магнетизм не ограничивается временем воплощения. В результате всего этого большого процесса образуется энергетическая привязка, приводящая к тому, что душа, несмотря на существование рулетки воплощений, после реинкарнации снова оказывается в одном из регионов повышенного сбора питания. Назову три основных признака, говорящих о наличии на той или иной территории региона концентрации тяжелой энергии, региона повышенного сбора питания. Территории, на которых длительное время ничего не меняется в сторону улучшения качества жизни. Территории, где постоянно одни проблемы сменяют другие. Территории, где с определенной периодичностью возникают войны, различные политические конфликты и эпидемии. Территории, имеющие наиболее тесное взаимодействие с плоским миром. Последнее объясню чуть подробнее. Как я уже сказал, узлы боли создают концентрацию поврежденных душ на определенных территориях. Поэтому регионы, которые подвержены возникновению постоянных проблем, являются наиболее густонаселенными такими душами. Эти территории – пастбище элементов плоского мира, сущностей, территории для сбора урожая, так как такие регионы есть место постоянного воспроизводства питания движка двухмерного. Именно в таких местах особенно сильна связь с тонким миром, и проявляется это в огромном количестве магов, колдунов, экстрасенсов и т.д. Если в вашем регионе особенно заметно, широко распространена деятельность различных целителей, шаманов, гадалок, существует множество тренингов на тему успешности, психологических тренингов, значит вы живете на территории повышенного получения движком своего питания. Это признак определенного вида доставки тяжелой энергии, прямого. О нем чуть позже. В таком регионе, как уже было сказано, одни проблемы сменяют другие. Но если начинается борьба с этим явлением со стороны церкви, или наоборот, борьба с религиями со стороны государства, то это не означает исправление ситуации. Это смена питания. Знак того, что грядет или уже наступил сбор урожая – война, революция, либо эпидемия. Вспомни о структуре насосной станции плоского мира. Данное развитие событий – это предвестник прихода челнока. Почему именно поврежденные души попадают в такие сложные условия? Первую причину я объяснил – это энергетическая привязка, созданная действиями, совершенные в прошлом воплощении и оставшимися некомпенсированными, либо сильной реакцией на такие действия, то есть вовлечением себя в вирусную систему. Но это, напомню, не карма. Вторая причина такова – поврежденной душе уровень жизненной энергии низкий. И чтобы добраться, образно говоря, до дна сосуда, где еще осталась энергия души, для этого вирусу необходимо создать условия гораздо тяжелее обычных. В регион тяжелой энергии нередко попадают и души с высоким уровнем наполненности жизненной энергии, энергии радости. Во-первых, рулетка есть рулетка, а во-вторых, земля почти полностью покрыта такими регионами. Периодически узлы боли словно развязываются. Для этого у движка двухмерного есть несколько механизмов, о которых ты позднее узнаешь, но это также не является исправлением. На самом деле это процесс получения образовавшегося объема негативной энергии. После сбора питания ситуация немного успокаивается, узлы ненадолго ослабевают, но затем снова начинают затягиваться к моменту очередной выкачки. Примером могут быть периодически возникающие войны. Стягивание душевной энергии к узлам боли на фоне уменьшения количества душ приводит к концентрации тяжелой энергии уже в более глобальном масштабе, сосредотачиваясь в определенных регионах, одновременно ослабляя свое влияние на остальных территориях. Это, в свою очередь, приводит к разделению на регионы тяжелой энергии и регионы с более спокойным энергетическим фоном. Все движется согласно вирусному принципу – принципу разделения. Нетрудно догадаться, почему энергетический фон успокаивается на территориях, от которых постепенно отдаляется узел боли в процессе концентрации, и который оказывается все дальше от центра концентрации тяжелой энергии. Одним словом, на территориях, которые остаются за границами региона повышенного сбора питания. Там увеличивается процент появления пустых, что серьезно разбавляет общий духовный фон, и его концентрация в таких регионах заметно снижается. Именно на этих территориях начинают зарождаться первые признаки технологической цивилизации, начинает свое движение глобализация. Поясню, что подразумевается под понятием «духовный фон», чтобы ты не путал его с понятием «энергетический фон». Духовный фон – это сеть взаимосвязей душ, постоянно поддерживающая общий уровень душевной энергии. Вы, души, все единое целое между собой и единое целое с Создателем. До произошедшего сбоя и блокировки вашей локации с поддержанием необходимого уровня духовного проблем не было. Был единый механизм. После блокировки поддержка духовного фона стала внутренним процессом, и задача удержания его целиком легла на великодушных. Чем выше уровень духовного фона, тем сильнее проявляется все то, что соответствует мирозданию – нравственность, совесть, честность, связь поколений и т.д. Энергетический фон – это уровень напряжения, то есть количество вырабатываемой, генерируемой негативной энергии на отдельно взятой территории. Проживая свою жизнь за пределами тяжелого региона, проживая ее спокойно, вы не реагируете на проблемы, существующие в других местах Земли. И своим бездействием в направлении избавления от вируса в глобальном масштабе, сами не понимая этого, подготавливайте свою следующую жизнь в одном из проблемных регионов. Шанс снова оказаться в нормальных условиях в спокойном регионе очень невелик. А если вы пропитали себя условностями вирусной системы, имеете отношение к искривлению энергетических потоков, то значит узел боли уже подтянул вас к себе, и в этом случае никаких шансов избежать попадания в тяжелый регион в своем следующем воплощении у вас уже практически не осталось. Регионы тяжелой энергии по причине процесса стягивания постепенно как бы перемещаются, если быть точнее, меняется их место концентрации. Как только узлы боли ослабевают, регион словно меняет свое расположение. Происходит это не сразу. Например, европейский регион за несколько предыдущих столетий сместился, сконцентрировался в направлении востока. В этом легко можно убедиться, сравнив то, что вы называете средневековьем с периодом сегодняшним. Однако ситуация в относительно скором времени изменится. На это указывает вирусный сценарий, и там, на Западе, будет образован новый узел боли. Американский регион, имеется в виду территория как Северной, так и Южной Америки, постепенно смещается, покидая северные территории, сосредотачиваясь сейчас в основном в центре и южне. Существует еще Южно-Азиатский, Ближневосточный и Африканский регион. Первый и третий тоже будут иметь смещение. Первый сместится на север и восток, а третий уже начал разделяться на два направления, частично концентрируясь на самом севере, что окажет влияние на Европейский регион, основная же часть уйдет к югу континента. Стабильным по положению остается Ближневосточный регион, но только по положению. Стабильности самой жизни там не будет никогда. На весь период данного цикла там, образно говоря, находится пуповина плоского мира. Именно из этого места генерируются основные религии второй половины текущего цикла. В прошлом цикле пуповина находилась там, где сейчас все покрыто льдами. Регионы со спокойным энергетическим фоном – это территории, на которых из-за процесса стягивания душевной энергии в другом регионе снизилась ее концентрация и, как следствие, ослаб процесс ее выкачивания движком. Это территории, где ситуация кажется стабильной, где нет особых потрясений, и, глядя на это, у вас формируются совершенно неправильные мнения. Вы не знаете о том, какие проблемы скрываются за внешней общей стабильностью, на уровне личных отношений, отношений в семьях, живущих в таких регионах. Нужно помнить, вы все на фабрике переработки и выкачке энергии, и спокойствие, если и присутствует, то оно кажущееся и временное, даже если на какой-то территории оно длится сотню лет. У вас много регионов, где ничего не меняется к лучшим. Революции, которые нередки в этих регионах и которые кажутся попытками улучшить жизнь, на самом деле запрограммированы в вирусном сценарии и являются лишь периодическим сбором урожая негативной энергии, специально подготовленной путем ее накопления за долгие годы. На образование регионов с концентрацией тяжелой энергии не последнюю роль оказывает формирование различными методами определенного вида сознания, массового сознания, который становится основной причиной бега по кругу, причиной невозможности что-то изменить. Основой, которая делает возможным действие этих методов, служит одно обязательное условие – низкий уровень общего духовного фона. Сразу уточню. Уровень духовного фона не зависит от уровня материального достатка людей, но влияет на их сознание. Поэтому в регионах концентрации тяжелой энергии можно наблюдать две крайности. Либо невозможность избавиться от тяжелых условий жизни и, как следствие, деградация людей, либо, наоборот, деградация от материально обеспеченной жизни. Большая проблема состоит в том, что многие из вас считают, что ничего не нарушают, что не делают ничего плохого. Но дело в том, что все очень тонко подменено. Например, работая в банке или занимаясь посредничеством, или пользуясь в своей повседневной жизни чужими идеями в коммерческих целях, или просто держа в руках оружие, при этом ни в кого не стреляя, человек не видит в этом ничего негативного. Но он не подозревает о том, что все фиксируется в коде. А данные виды деятельности и действия имеют коды принадлежности к искривлению энергетических потоков. И человек абсолютно не подозревает, что уже приклеил себя к этому и обеспечил свое насильственное возвращение на Землю, в регион повышенного сбора питания. А возможно, все зависит от уровня искривлений, обеспечил себе абсолютную смерть. Если ваша жизнь проходит гладко, без особых проблем и неприятностей, то я искренне рад за вас. Но почему вас не трогают сущности? Скорее всего, вас используют как причину для возникновения негатива. А возможно, приклеив к вам зависть, вам подарили путевку на следующее воплощение в тяжелый регион. Но может быть и такое, вы попросту не являетесь источником питания. Необходимо быть внимательным и перестать так легкомысленно относиться к своей настоящей жизни, к жизни души. Не стоит строить иллюзий. Новое воплощение будет снова в трудные условия, если не компенсируете искривленное, не перестанете принимать условности вирусной системы. Ситуация усугубляется. Посмотрите, как меняется жизнь на планете. Она становится все сложнее и тяжелее. Каковы шансы воплотиться в роль без проблем? Они ничтожны. Задумайтесь, все гораздо серьезнее и глобальнее, чем вы можете себе представить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...